Нет, это я теперь не могу. Итак, друзья, новый выпуск гостиной Усаватеева. На этот раз Лёва пока в кадре, он правда в середине выпуска уйдет, но пока будет в кадре. А у нас гость Татьяна Волкова. Девушек на канал ко мне приводят мои волонтеры. Я не замечаю девушку в плане профессиональной деятельности, но вы знаете мои взгляды. Но когда волонтера приглашают, я с удовольствием привожу. То есть ты сексист, как и я. Я, да, я совершенно сексист, но это совершенно нормальным дискуссией. Я очень люблю дискуссии. Но в хорошем смысле этого слова. Да. В том анекдоте. В общем, я представляю Таню Волкову. Тань, ну ты расскажешь, а можно я тебя буду на ты? Да, да. Вот. Ты расскажешь о себе сама. Да. Я инженер, программист и тоже в некоторой степени популяризатор инженерии, электроники, схемотехники. То есть, в общем, немножко коллега Алексея. Помимо всего прочего, я феминистка, вегетарианка. О, нифига себе. Социалистка. Так. То есть это почти как православный панк-профессор. Вот Алексей себя так называет. У меня тоже есть какой-то... Интересно, да. Как бы это Саба-идентификация, да, называется? Несколько слов. Еще у меня есть такая кличка, ну как прозвище. Назвали меня очень удачно. Девушка, которая паяет. Мне кажется, это классно. У меня даже есть ролик «Мальчики учись паять», где я, значит, объясняю мальчику, как правильно паять. Нифига себе! То есть ты вот этим вот этим прикорчиком, да? Да, да, это очень интересно. Фигачишь вот так, да? Мы записали даже два таких ролика. Меня даже потом еще обвинили в сексизме, сказали, а что девочкам не надо учиться паять. Ну, то есть они поняли название ролика, так что «Мальчики учись паять». А, вот так. Да. Как это весело. Паять, на пайке микросхемы работают больше женщин. Вот в Юго-Восточной Азии, в странах, больше женщин. Это очень, очень кропотливо. Потому что кропотливый угроз больше подходят. То есть это как вязание, на самом деле? Ну, чем-то подложено. Требует примерно то, что там мелкомоторика, мелкомоторика. Немножко успокаивает. Как интересно, как это интересно, да. Если интересно, я готова научить, дать урок пайке. Вот, все попробую. Да я себе все пальцы расплавлю. Я, естественно, что это паяльник. Кстати, совершенно случайно. Околол, совершенно случайно, да? Прикольно, это прикольно. Мы как раз с Левой обсуждали, что женщина из ребра. И обсуждали, в каком смысле это надо понимать. И вот мы тут посидели, так сказать, из ребра. И вдруг из ребра абстрактного мужчины появляется конкретная женщина, да еще феминистка. Это очень прикольно. Я считаю, что это достойно. Вот предыдущий у меня гость был Верходанов. Он был, я бы сказал, что он воинствующий атеист. Хотя и он допускает. Он говорит, что он просто не хочет допускать существование Бога, потому что бритва Акама, там все такое. Но он как бы, он допускал, что это творение. Но в этом случае он что-то такое описывал. Вот говорил какие-то длинные слова. Вот. Поэтому можно и мы с ним очень хорошо побеседовали. То есть совершенно дружелюбно побеседовали об этом. Вот, про феминизм можно тоже побеседовать. Ну как, вот что значит феминистка? Я скажу свою версию. Да, да. Потому что, знаешь как, когда говорится слово, и на него фас нападают, да, на слово. Да, да, да. А потом выясняется, что оно что-то другое обозначало. Что вообще спорили, а совершенно разные. Это обычно бывает акционист. У нас с тобой с гомеопатией. А, да, это тоже, да. Потому что о гомеопатии бывает много разных, и непонятно с чем мы спорим. Вот давай, скажи, что значит, что ты феминист. Для тебя? Очень просто для меня феминизм, это позиция, требования равноправия женщинам и мужчинам. Правенство их возможностей. Все. А что это значит, вот скажем, смотри. А, сейчас я немножко буду задавать оточняющие вопросы. Вот, например, набираем на работу по какой-то специальности. И так сложилось, что в этой специальности мужчины гораздо более профессиональны, чем женщины. И отбор приводит к тому, что мужчин 90%, женщин 10%. Это вызывает, ну, как бы, вот, какое-то негодование или какие-то другие чувства? Или нет? Сейчас объясню. Это очень интересная ситуация. Давай разведем. Это хорошее, да? Мешки там носители. Мешки там носители. Шпалы. Шпалы. Проблема, как иногда предлагают, через квоты. То есть, давайте мы наймем, принципиально, 50% женщин. Если мужчин, это путь не жизнеспособный, на самом деле. Ну, конечно. Потому что тогда мы наймем кого? Мы наймем менее профессиональных сотрудников. Ну, да. Которые будут художество. Только из-за того, что нам лично. То есть, вот этот подход... Ну, это американский подход. Это американский подход. Там делается это, да? Ну, европейский, американский. Европейский, американский. Да, да, да. Он призван, как бы, сгладить вот это гендерное неравенство прямо здесь и сейчас. Но ведь проблема... Только хуже все подчеркивает. Мне кажется, это как бороться с симптомом, да? С симптомом болезни. Не с самой болезнью. Понял. Болезнь, она другая совсем. Болезнь заключается в том, почему так произошло, да? Что у нас 90% мужчин, допустим, работают в технической сфере и только 10 женщин. Или, например, почему вот канал Саватеева, да, смотрит... Да, кстати, нужно сказать, да, что... Но это было верно про... Если строк говорит, это было верно про тот вот предыдущий, математика просто. Там было 99% мужчин. Ну, практически я уверен, что и этот тоже там... Ну, порядки должны быть те же, потому что, ну, откуда разница? Я тот набирал, этот я набираю. Ну, там прохорович помогал, может, от него убегали. Но я бы очень удивился, если бы я вот сейчас как бы узнал потом от своих ребят, что нам от культ привет процент девушек гораздо выше. Я бы очень удивился, это было бы прикольно. И, блин, это клево. Мы же петухи, мы как бы... Мы же хотим перед, как бы, курочками, да, танцевать, женщина, это человек, во-первых, да, в отличие от некоторых других религий. Не будем так называть. Это уже, да. Но это человек, который, ну, как бы... Спасибо большое. Сейчас объясню. Да, женщина это человек, полноценный, абсолютно человек, но ее роль есть помощь мужчине. То есть, как бы, идея такая, что женщина не семейная может делать все, что угодно вообще, это совершенно не важно. Но когда она стала женой, она... Семья не думая. Она, в общем, да, она уже... Она жена. То есть, когда она делает... Поддерживать мужа у всех начинаний. Да, 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 поддерживать мужа. Но она должна это делать осознанно. Вот в православии, что в православии важно, что это не он ее просто нагнул, она так делает, потому что так делали все, всю историю, там, до этого, а потому что она осознанно делает этот выбор, да, то есть, как бы, она, она, в общем-то, умная, она там вполне найдет себе работу, она вполне там может, но она этим жертвует осознанно ради своего мужчины. Вот что такое мой сексизм. И ради детей. И ради, конечно, детей, да. Да, и дальше очень важно, что, что действительно, к сожалению, на мой взгляд, чистый факт, это что ребенку в мелком возрасте все-таки нужна именно мама в первую очередь, а значит, мама на работу в этих условиях идти не может и не имеет просто права биологического в каком-то смысле. То есть, когда она родила ребенка, что бы она до этого ни была, кем бы она ни была, у меня есть очень много примеров очень крутых карьер женских, которые принесены осознанно в жертву своему материнству. И вот для меня сексизм это именно это. Это не то, что женщина глупее мужчины. В среднем, наверное, но отдельные экземпляры, безусловно, есть очень яркие. А именно своего ума и своих способностей принесения в жертву своему мужчине и своей семье. И в первую очередь ребенку. Вот что такое сексизм. И из-за этого и возникает то, что ты говоришь. Потому что женщина выпадает из жизни на несколько лет. И мужчина не берет ее на работу, потому что он знает, что она выпадет. Если она красивая, молодая, привлекательная, она выйдет замуж. Да, но я единственное, что я хочу сказать, что я с этим не предлагаю бороться, потому что это что-то такое объективно заданное. Ага. Ну, здесь мне сложно спорить с аргументами веры, да, потому что, ну, с верой вообще невозможно спорить так-то, да? Да, 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 я поэтому просто излазил. Тут нет пунктов для дискуссии. Нет, нет, нет. Невозможно дискутировать. Но, если мы будем мыслить в таких категориях, что будет на пользу, допустим, обществу нашему, что не будет на пользу нашему еще. Ну, да, какие дети вырастут счастливее? Какие дети вырастут? Те, у которых была мама всегда рядом, или те, у которых она не была? Ну, пусть каждый решает. Да, а у меня вопрос такой, а вот почему женщина выходит на работу? Может быть, потому что у нас сейчас очень сложно... В смысле, когда выходит на работу? Ну, почему женщина... Почему не тянет? Ну, до замужества или после, я считаю, что это две очень разных женщины. Почему женщины... Ты же не была замужем, да? Ну, тогда ты как бы... тебе у меня вообще никаких претензий. То есть, у меня претензии, если есть такие вот чисто вот, ну, социальные претензии у меня к женщинам, которые... Которые рано выходят на работу после... Да, очень серьезные, потому что я вижу... Я вижу их детей. Я вижу их детей. Это ужас. Это бесконечно несчастные создания, которые никогда нормального социума не сделают. Почему они выходят рано на работу? Потому что нужно что, платить ипотеку? Нет. А почему? Нет. Значит, те, которые выходят по этой причине, позор их мужьям. Но это тот мир, в котором мы живем у нас. Вот это ужасно. Это ужасно. Значит, женщина выходит рано на работу, и примеры, которые я видел, потому что у нее в голове зудит какое-то, что чем она хуже мужчины, почему она должна сидеть дома. И вот это то, против чего я сильно возражаю. Если в семье такая ситуация, что мужчина немощный и на семью заработать не может, да, это ужасно, но что поделать, женщина идет на работу, да? Но если женщина идет на работу, потому что ей лень сидеть дома, это я очень плохо отношусь к таким женщинам. Ей лень сидеть дома. А что интересного ей делать дома? Вот вопрос женщины. Она должна понять, что ее жизнь на эти несколько лет – это ее ребенок или дети. И она должна выбрать это сознательно, потому что мама, которая сидит дома только потому, что окружение ее вынудило говорить, посмотри, твой ребенок будет несчастен, и она, стиснув зубы, сидит дома с ненавистью, такая мама тоже не нужна ребенку. Ну да, всегда неправильно, да, когда мы идем на поводу каких-то стереотипов, навязанных обществом, да? Женщина должна это понять сама. То есть, если она встретила… Особенно на выбор, конечно, да. Если она встретила такого мужчину, которому она весь свой, даже бывший феминизм принесет в жертву и при нем его как бы сожжет в камине, вот это супер. Просто проблема же в том, что не все мужчины зарабатывают очень много денег, да? Не все могут себе позволить содержать женщин с ребенком. Эту проблему я признаю, да. То есть, получается, что такой сценарий возможен, либо если у нас сверхсправедливое общество, где все прилично зарабатывают, хватает на квартиру, либо у нас, допустим, государство берет на себя какую-то заработку женщин. Да, ты совершенно права. Ну, понятно, что первого не будет, а первого не будет, поэтому есть второе. Общество, где мужчины зарабатывают больше женщин, по идее, как раз оно нацелено на то, чтобы женщинам дать спокойно сидеть дома и заниматься людьми, да? По идее, мне кажется, тоже. Вот, а вот как раз именно это считалось несправедливым, что почему мужчинам платят много? Ну, потому что не все женщины замужние, вот, например, да? Есть много незамужних. Да! И они попадают под это колесо, потому что одни штуки, что... Да. Но вот в этом смысле я и говорю, что надо не бороться с этим, а смириться с тем, что просто... Мы можем, как азиаты, всем давать сразу после школы давать замуж и все тут, да, и как бы... Да, кстати, вот это следующее решение такой проблемы, да? Есть твое решение, есть твое решение и есть азиатское решение. Ни то, ни другое я лично не считаю хорошим, я считаю хорошим отсутствие решения. Я считаю хорошим отсутствие решения, то есть то, что женщина просто мирится с этим. Если она действительно гениальная, она все равно проблется через это, она будет работать и ей будет платить. Сейчас есть очень, ну, большой такой пресс, да, на любую девочку, которая взрослит, есть, ну, правда, есть такой пресс, который говорит ей, там... Но он уже гораздо меньше, он гораздо меньше. Ну, вот, да, в традиционном обществе. Как бы я к этому не относился, но он гораздо меньше стал. Он меньше, но все равно, о каком осознанном выборе мы можем говорить, если каждой девочке с детства говорят, там, будешь варить борщи, учись варить борщи, там, содержать муж или борщи. Но мужчина же не может рожать. Вот, где выбор? Мужчина не может рожать. Он не может скормить. Он не может рожать, но он может, он может помогать заботиться о ребенке, он может быть хорошим отцом этого ребенка. А кто ж тогда будет зарабатывать? Мейробиологически вот такая перемена ролей, да, вот она плохая всегда, когда будешь сидеть с маленькими детьми, а жена на работе делает карьеру, это, мне кажется, не... вот. И это... роль высокая. На самом деле, я считаю, что, вот, как бы, дети, это, ну, выше всего любой, там, карьеры, не знаю, каких-то успехов, там, шоу в каком-то или, там, даже, там, руководстве, чем-то в зарабатывании, там, это все... Это одна из точек зрения, но лучше же, когда есть выбор, правильно, может, может быть, для женщины это не является ценностью. И таких женщин у нас сейчас... А, то есть, должен быть выбор. Хорошо. Конечно, в современном общество характеризуется малая доля, там, ручного тяжелого физического труда какого-то, да, где, может, только мужчина, да, то есть, у нас, действительно, общество такое, оно становится все более комфортным для женщин, в том смысле, что работа офисная, работа такая, что женщина даже лучше справится, там, как бы... Да, вы знаете, что было такое исследование, как женщины например, играют на бирже, на бирже женщины играют эффективнее мужчин, потому что мужчины более азартны, и они... Между прочим, в это я верю. Вполне, я поэтому и хочу сказать, что на самом деле женщина вовремя гибко постраивается, да? Конечно, мужчина любит рисковать, женщина любит Но вот в нашем обществе, в нашем обществе, действительно, вот, есть такая мысль, что вот, возможно, это общество было бы по-другому организовано, но, мое утверждение-то какое, что оно, да, действительно, может быть по-другому организовано, и мы видим примеры, запах, но оно не воспроизводит себя Что значит не воспроизводит себя? Ну, то есть детей не будет, а те, кто будут, несчастные, они уже не смогут рожать У меня такой вопрос, а у нас сейчас, вообще, у нас на планете недостаток людей, или как, ну, то есть, вот если бы планета умирала, я бы приняла такой вопрос Да, я понимаю Но планеты же не выбирают, наоборот у нас риск перенаселения таким образом, и сейчас наоборот Западный мир, да, но общество борется не за то, чтобы сделать, чтобы уменьшить население, на самом деле, если честно, вот я тебе скажу по-честнокому, разные, все-таки, несмотря на призывы к глобальному миру, кстати, здесь я думаю, что у тебя взгляды, возможно, и критические по поводу глобального мира Смотря что понимать по глобальному миру Значит, я хочу сказать, что мои взгляды очень критические, то есть, я, во-первых, считаю, что это фейк, что, на самом деле, мир не глобальный, у нас есть западные страны, которые научились жить, просто эксплуатируя остальные Полностью со мной И, как бы, на самом деле, остальные отвечают так, хорошо, зато мы вас вытесним путем рождения детей Вопрос, чего хотелось бы Да, чего хотелось бы Я хотел бы, чтобы был Какого из этих полярных полюсов? Чтобы был выбор Я могу сказать, чего хочу я Прежде всего, я Скажи, сколько у тебя детей Четверо Да, у меня четверо детей Значит, хотя у меня немножко по-мусульмански То есть, у меня двое от одной женщины, двое от другой Но это все-таки не одновременно То есть, у меня была одна семья Так вышло, что она распалась У меня другая семья И у меня четверо детей И у меня, значит, позиция такая Что единственным ответом На то, что, вот, говорят А, нас вытеснят мигранты Нас вытеснят там Дальше перечисляются нации, да? Которые нас вытесняют Ну да, да, да Единственный ответ русских Это рожать Это мое совершенно четкое Представление о жизни Которое я воплощаю Ровно так, как это надо делать Именно рожать Покажешь пример Да, я просто показываю пример И у меня, как это сказать Когда я вижу, сколько рожают на Кавказе У меня не возникает Блин, они нас вытеснят А возникает что? И мы так можем И очень хорошо И делали раньше До революции И так далее И очень хорошо Кавказ явит миру свои Представления о жизни И размножит их своими детьми Мы явим жизнь Значит, пример своих Представления о жизни Но здесь, похоже, Таня не возражает Что отражать немного Все-таки умеет Только традиционная система Да я просто возражаю Скорее так Я возражаю против ценности Именно вот конкретно Ну, нации Я не астроналиста Понял, понял, понял У Алексея тезис, что Важна русская нация А почему? Ну, русская только культурная В культурном смысле А в культурном смысле А русский может быть Любой человек Русский может быть Тот, кто не родился русским Да, но дело в том, что Опыт показывает, что Так бывает редко Французов Дело в том, что Если все перестанут рожать Тогда вообще Откуда люди У нас сейчас нет Недостатка людей У нас правда Или за счет того Или за счет того, что Африка и Азия рожают Да, да, да В России есть недостатки людей Где такие разговоры вообще Почему в России Были демографические спады С чем был связан Демографический спад в России В 90-е годы Экономическая ситуация Это все следует Из экономики Это факт И поэтому мне не очень нравится Идея рожать Вопреки То есть Вот Допустим У меня нет жилья Своего У меня нет Каких-то там Хороших социальных гарантий Я не буду рожать Потому что Нет, но если ты встретишь мужа Которого будет И работа И жилье Он будет там супер крутой Я вот не хочу искать себе мужа Из этих коллективов только А искать их ты хочешь? Ты хочешь красивого? Ну, мне хочется Чтобы наши отношения Я прошу прощения Я немножко наезжаю Я не люблю, когда на меня наезжают Поэтому если хочешь Скажи, что не надо наезжать Нет, можно наезжать Я вообще Я сам так Я очень Человек на самом деле Очень тонкий Душевной организации Я не люблю, когда на меня наезжают Наезжать это нормально А то на меня наезжают Знаешь, как на меня на канале наезжают? Да Алексей, у вас такой внешний вид Отвратительный Вы в таком виде еще осмеливаетесь Выходить перед зрителями Вот такой комментарий Как тебе нравится Комментарий к моему видео? Ну, это известная тема Что на Ютубе Вы такой весь худой Вы такой такой Плюгавый, худой Вы хоть Примите, примите Нормальный вид Вам не стыдно так выходить? Вот, когда я это вижу Костюмчик надеть Да Ну, я офигеваю Мне тоже понаписали комменты Поэтому я, так сказать Я не хочу лишним образом наезжать Если тема становится неприятной Сразу мои дни Сразу Окей Нет, я просто не хочу Чтоб мои отношения с мужчиной Были посредованы деньгами Мне это неприятно Я же не нанимаюсь к нему на работу И он ко мне не нанимается Мне не хотелось бы, чтобы деньги Да, понятно Понятно Ты не хочешь выбирать толстосунку Вот это мне неприятно Да И, к сожалению Это то, что говорят мамы, да, девочки Дайте себе богатого мужа Да, я понял Продай подороже себя Становится неприятно Ну да И что хуже всего Девочки вырастают Они же ждут принца на белом коне Потом все И это не очень На белом мерседесе На белом мерседесе Не очень хорошая психологическая установка С этим я согласен Для женщины быть не самостоятельной Все время рассчитывать на кого-то еще С этим я согласен Вот, и мне Ну, я говорю о том, как я хотела бы в будущем Да, меня статус-кво, который есть сейчас Он не очень устраивает В отличие от меня Меня это вполне устраивает Ну А было бы странно, если бы было иначе Ты же мужчина, я женщина Все логично Вот сексист, феминист Да, да, да Сексисты все устраивают Да, да, да Здесь все настолько очевидны Все абсолютно Не, ну да Меня устраивает это Чисто генетически Меня устраивает это, но не вполне Например, царская Россия Последних лет рожала по десять на семью А это другая причина Ну а сколько выживало Сколько выживало Сколько выживало Ну, уже немного Уже много Николай II Хорошо поставил этот процесс Уже пошло вот так Пошло вот так И было бы У нас было бы пол Китая Конечно Установки в семье Возможно Девочек, мальчиков и так далее Семейные будущие Они отражают репродуктивную структуру Как бы репродуктивную пирамиду Так или пирамиду Или она не пирамида Или пирамида перевернутая Как в некоторых странах Да, да, да Вот это вот понятно Не, ну тут понятно Мы пришли к агрим-лю-де-сагрим Можем ли вообще Выбрать Сознательно сказать А давайте вот делаем так И раз будет такая модель Нет, конечно Вот это процесс объективный же Ну как объективный Вот смотрите Можно прийти оборты Например Можно прийти оборты Ну не запрети, хотя бы вывести из ОМС Да, вот Как минимум, да Это я двумя руками за А кто-то скажет, что это выбор Конечно выбор Я женщина, я не могу Какой выбор Нет, ну это Надо хотя бы отца ребенка спросить, наверное Да Отец против Нет, ну для меня-то это чисто Для меня это чисто христианский вопрос Она же вынашивает ребенка Получается ее делают Нет, для меня это чисто христианский вопрос Христианские рожденные ребенка Зачатый ребенок это рожденный ребенок Да, это сложная тема Часто действительно с христианами невозможно эту тему обсуждать Поэтому мы и не будем Нет, я бы сказал так Значит Надо быть честным предельно к себе Аборт это убийство Просто некоторые женщины готовы на него идти На убийство вообще иногда идут Ну то есть как бы Ну там бывает так, что человек идет осознанно на убийство Это во-первых происходит на войне Хотя это убийство не Ну как бы обезличенное Да Но бывает, что Бывает какой-то человек может убить другого Просто там Он может считать, что он прав при этом Да, то есть Это понятно Да, да Но в данном случае Из людейных соображений Раскольников, да? Топорут Ну там или просто там Ну или просто вот человек Не знаю, человек Реально там занимается Ну вот не знаю Занимается тем, что собирает там На детский приют А потом это значит ворует И что-то такое, да? Ну или что-то вот Какой-то день Ну делает что-то Настолько социально неприемлемое Что кто-то другой Берет на себя грех Убийство И это бывает Грехи вообще они Ну Если бы никто не грешил Нам бы вообще не нужно было вот это вот То что Христос бы не появился Ну как бы зачем он был нужен Потому что все равно Не бывает Вот эта схема десяти заповедей Которая была У иудеев Она не работала И поэтому пришел Христос Я просто ну как бы Ну я говорю очевидные вещи Для многих Кто в этом в теме Но может быть ты Ну как бы не вполне эту картину Или ты знаешь Ну я В общем Ну вот тем не менее Да то есть В картине Православной Христос пришел Потому что грехи все равно Совершаются А что же делать с людьми Которые такие все Вот грехами да Замазанные Искупать Искупить Покаяться да То есть новый институт придуман И это как бы Убийство это тоже Это не Как это сказать Убийство это не то Что никогда не совершают Если например Тебя Ну ладно Если девушку изнасиловали Да То это можно Да То это убийство Которое девушка вправе совершить Это Моя позиция То есть как В каком-то определенном В определенной ситуации Я думаю А ты не согласен Да с этим Обще церковной Кстати Насчет общей церковной Нет я просто поясняю Речь не о том согласии и согласии Мне даже трудно Да это не общая церковная Я просто поясняю Что это не общая христианская позиция Это личное мнение Вообще Вот может быть ты и удивишься Но в христианстве Очень много разногласий Да Я знаю То есть идея Что у нас Как в исламе четко все Там достаточно Простые Но догматические Да В христианстве очень много разногласий Но даже Католиков Да И поэтому Мое отношение к абортам такое Что если Если какую-то там Мою хорошую знакомую Не дай Господь изнасиловали Да Это можно То я посоветую Да Ну зачем воспитывать Ребенка насильника Нужно его убить То есть Но вещи должны называться своими именами Да То есть От начала От зачатия Это живой человек И если ты совершаешь аборт Ты его убиваешь И вот это Должно быть сказано всем Это Этому надо учить в школе Потому что Человек сам будет решать Убивать ли Да В нашей системе Сегодня Запрет аборта на территории России Означает что будут Однодневные командировки в Киев Где его уже никогда не запретят Потому что там уже управление внешнее идет Или подпольные аборты Ну или подпольные То есть Но Нет подпольные Нет Я то все равно считаю что запретить надо В надежде что остальные страны тоже запретят Да Кто-то не поедет Потому что бывают такие Пограничные ситуации Да Люди колеблется И даже когда порой Экономические факторы Что не по ОМС А придется платить Уже является решением Ну смотрите Если мы выведем аборты из ОМС То к чему это приведет Аборты будут делать все равно Просто станет привилегиями Не в таком количестве Ну да Это будет Личная ответственность Ну это как запрет наркотик Или самогон варить Наркотики Ну даже Мы же не говорим что наркотики надо разрешить Ну наркотики вообще криминализированные Это совсем другой аборт Все-таки наверное Ну аборт надо криминализировать Нет ну почему Это же убийство Поэтому это по идее Относится к той же схеме Опять же это разобраться с причинами Почему женщины могут делать аборт Потому что они чувствуют Что они не могут вырастить ребенка Например Поэтому надо его убить Экономических возможностей То есть если они не могут его вырастить То они его просто сразу убивают То есть правда Надо просто все честно говорить Да Быть ситуация когда выбрасывают Знаете ребенка в мусорный контейнер Да даже такие ситуации Можно любые рассматривать потому что она не может его задержать, потому что муж ушел куда-то, мужчина ушел, не помогает ей. Здесь, опять же, я считаю, что должно государство заботиться об этих одноких женщинах, потому что сейчас оно о них не заботится, и жизнь женщины-одиночки – это очень тяжелая жизнь вообще-то. Вот поэтому мне неприятно эта пропаганда рожать больше, если бы была забота. Вот тут я возражаю, что по той же логике, что если запретить аборты в России, будут ездить в Киев, по той же логике, если хорошо поддерживать материю одиночек, то, что они просто не будут регистрировать отношения, как в Скандинавии, допустим, часто в Израиле, в многих странах там очень большой процент фиктивных одиночек, которые ради этой поддержки просто фиктивно… Да, это нет. То есть это тоже вариант… Общество хорошо устроить не получится. Поддерживать всех. Надо поддерживать всех. Но подожди, а всех вообще-то поддерживают женщины, которые рожают очень… Сейчас-то, кстати, оно достаточно социальное. Сейчас вот вроде первые, последние вот эти вот изменения… Нет, то сравни с другими странами, у нас достаточно большие вот эти… Вот если посмотреть количество инвестиций, да, которые надо сделать у ребенка, чтобы его вырасти, дать ему хорошее образование, это, конечно, огромные деньги. Нет, но это уже хорошее образование, это уже таким паровозиком у нас идет все время. Гений и так получит бесплатное образование. А зачем образовывать, если он у тебя глубине? Ну, если не хочется, то что… Здесь уже большие проблемы. Вот у меня вопрос, кстати, на тему образования. Вот, Алексей, вот… Да, можно, кстати… Я думаю, что на этом вот эти тонкие темы мы можем оставить, потому что, в принципе, мы… Ну, как бывает, агрим-то дисагри, да? А экология, да, я про экологию поговорю? Нет, я имею в виду, что вот эти вот женско-православные, христианские, женские вопросы… Ясно, что мы сейчас не можем вдруг взять и переубедить Таню или Ананас, это понятно. Да, в каких-то вопросах мы наметили согласие, а в каких-то не согласие. Хорошо, ладно. Абор со следственным заболеванием, да, если ребенок с заведомым, там, синдром Дауна, всегда вот детектировано то, что… Да, понятно. Эти вопросы… Это правда или не правда? Убийство – это все равно. Убийство – это все равно. То есть, что мне важно? Мне важно, чтобы это называлось своим именем – это убийство. Но просто, если ребенок будет всю жизнь Дауна, ну, женщина может решить его убить и мужчину, например, который… Он не родился, он пока еще часть женского организма, да? То есть, он генетически отличается… Здесь мне кажется, что в христианстве совершенно четко. В христианстве, да. В иудейском, там, по-моему, и в мусульманстве, когда первый вздох делал, когда родился уже считается таким человеком, да? Душа как бы входит с первым вздохом, а… Ну, аборт иудеям запрещен категорически, как я понимаю… Тем не менее, да. Вообще не просто аборт. Ты знаешь, что им запрещено? Любое предохранение. Потому что это уже, это уже дети все равно. Ну, это не дети еще, но это изменение, это, понимаешь, это потенциальное. Что такое убийство? Это когда ты… Нет, все-таки я вернусь к этому. По-христиански это вот что такое. Ты кардинальным образом нарушаешь течение вещей, которые заложены Богом. Бог дал этому человеку жить, а ты его убиваешь. Почему? Это очень большой грех, да? Но если Бог дал кому-то зачаться, а ты это предотвращаешь, это тоже грех, хотя, конечно, не такой большой. Похоже на убийство. И поэтому иудеям категорически запрещено любое предохранение. Не, значит, как называется, значит, по-моему, бесцельное пролитие семени напрямую запрещено в иудаизме. В этом смысле иудеи пошли гораздо дальше. У меня, на самом деле, глубочайшее уважение к иудеям именно за то, что у них вот это вот… У них нет никаких экивоков, вот это можно, это нельзя. Нельзя все! Господь сказал, делай, как сказал Господь. Вот это у меня вызывает глубочайшее уважение иудейская позиция здесь. В христианстве дали слабину, да. Кто-то уважает христианство за полиморфическое мнение, так же. А, это мусульмане и стандагматы, а вот иудеи не урожаются. Это офигенно, это офигенно. То есть, Господь сказал, плодитесь и размножайтесь, иудеи плодятся. Иудеи мы сделаем, так и мы сделаем. Ну, а в христианстве дали слабину, дал слабину, значит, нынешний патриарх, может быть, и предыдущий еще дал. Я не помню кто, дал слабину, написал, что презервативы не являются грехом. То есть, он разделил средства контрацепции абортивные или нет. Ну, конечно, все, кто жестко верят, они считали, что это уже слабина. Или нет, да. То есть, как бы, а как развить, абортивный, не абортивный, в Библии об этом есть что-то? Нет, владельцы размножаются и все. То есть, мы тут дали слабину, в отличие от иудеи. Надо просто признать, мы христиане здесь дали слабину. На самом деле... Но есть страны, где ученые священников обычно говорят... В Европе, если Польша, допустим, там, не знаю, где-то в Ирландии, помните, в Италии ограничения сильные на аборты. Но это не привело к росту рождаемости, что самое печальное. Это говорит о том, что причина глубже. Нет, причин нет, рост рождаемости, конечно, это совсем не будет. Я считаю, что экономика... Краткий всплеск, а потом... И не понимаешь, что куда-то ездят или что-то там... А почему экономика? А в Африке экономика хорошая? А почему в Италии хорошая экономика? Я считаю, как раз самые экономические развитые страны, Германия, а у них самые низкие рождаемости. Почему так? Смотри, сейчас объясню. Почему в примитивных обществах, ну, в таких доиндустриальных, почему под много детей, знаете? Ну, понятно, для того, чтобы страховаться. Не только из-за детской смертности, это дети, они сотрудники. Страховка сотрудники. Они сотрудники, да. Дети работают, они помогают вас сделать поле, они проходят старости, да. Да, да, да. Теперь, если у нас есть пенсия, например, да, то уже можно не воспитывать столько много детей. Ну, вот... Но это все-таки идет против замословлива. Тогда вопрос, почему в самых богатых странах... Да, и даже пенсия это против. Тогда вопрос. Да, но пенсия не... Как бы... Кстати, я слышал, кто-то из священников говорил, давайте отменим пенсию... Вопрос, почему в самых богатых странах и социальное обеспечение той же Германии и самая низкорождаемость? Да, нет, там, не знаю... Ну, потому что, ты же знаешь, эксперимент на этих крысах, да, которым дали все, и они перестали размножаться. Я думаю, что ровно поэтому. То есть, человечество... Вообще, как бы, размножение... Мистическая вещь, да, 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 это наоборот. Так что тут вот эта логика, что я хочу его... Это, скорее, самооправдание некое получается, да? Да. Вы видите, сначала... Я не буду говорить про имя, а некоторое имя... Очень, да, но есть очень богатый знакомый человек, у него один ребенок. Он очень богат. Десять раз пока чем меняли в стол. Уже у него один ребенок-то. Ну, потому что... Ну, потому что второму уже не дать ни образования, ничего. У меня сил на него... У нас с женой сил на него не будет. День не хватит, да, 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 да. То есть, на самом деле, все, Тань, все наоборот, да. Да, 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 тут вот он предел. Вот жены священников... Ну, таких... Не таких же родных мерседесов, да? Да, да, да. Это такая типичная... Типичная тата... Ну, есть такой образ священника на мерседесе, но, понятно, что 99% священников чрезвычайно бедные. И у них очень много детей. Нельзя. Ну, потому что он чувствует, что нельзя. Потому что он чувствует, что нельзя. Бог сказал, плодитесь, размножайтесь. Значит, плодитесь, размножайтесь. И не надо тут, как бы, разводить какую-то теорию. Вот это, в взгляд, как бы... Ну, как бы, ну, я не могу его до конца реализовать, но я реализовал настолько, насколько я сам, ну, как бы, мог вот в этой дороге пойти. Я ее прошел. Но я чувствую свою ущербность, что я не прошел ее до конца. То есть, что... Мы зависимы от общества. Мы зависимы, да. Мы свои установки подгоняем, на самом деле, под некую макроэкономическую прочую парадигму, да. То есть, мы сначала не хотим рожать, потому что там... Ну, не знаю, там, развлечения, что-то еще там. Но это тоже... Это тоже то, что на поверхности. А базис какой-то, что вот, как те же самые крысы, да. Может, им дали все, они перестали рожать, да. Эксперимент есть такой? Но вот тут вот вопрос, да. Как бы мы говорили о росте личности в истории. То же самое. Роль твоего личного мнения, вот, в том или ином обществе, да. Вот насколько мы общество под себя подстраиваем, или общество уже давно за нас все решило, как бы, да. А мы под него подстраиваемся, даже вот боремся там, не понимая, что, на самом деле, уже все вот так вот канализировано это развитие. Это большой вопрос, на самом деле. Человек, конечно, социальное существо. И это его и отличает от себя. Да, безусловно, да. И, конечно, общество на нас влияет. Просто получается, что оно влияет на нас как-то иногда очень деструктивно. Ну оно в нас просто залазит. Оно есть мы, и в то же время оно, да, является чем-то внешним, да, оказывается, на макро уровне такого государства, чем-то враждебным становится, да, каким-то образом, да, вот так неизбежно причем, да, такой вот. Не, мне просто кажется, вот запрет абортов, там, гомосексуализм и все такое, это вот когда прям личность захватывает. Вот я принадлежу себе все-таки, что хочу с собой, то и делаю. Я вот так, мое личное отношение, оно там не совпадает, понятное дело. Ну, с абортами тут надо, по крайней мере, спрашивать второго человека, семьи, ну, то есть отца ребенка, ну, семьи, да, потому что все-таки это его ребенок, да, получается, что его ребенка, он лишился этого, так сказать, только потому, что женщину бывают же такие варианты, да, когда... Чаще бывает наоборот, когда мужчина настаивает. Нет, нет, сейчас уже нет. Ну, примерно по-рубо, да, примерно по-рубо. На самом деле, чаще абортируют женщины средних лет с более-менее достатком, и, как правило, которых есть уже один-два ребенка, вот. Берет грех на душу. Ну, как бы, больше не надо, то, что вот из таких причин. Нет, и у меня позиция здесь, я ее озвучил, она очень простая. Это убийство и все. Желание уровня жизни нормального, это, на самом деле, как в что нас вложили, то мы и считаем нормальным. А это плохое желание нормальное уходить в жизни? Желание иметь нормальное – хорошо, но понятие норма... Секундочку, я не договорил. Нет, а я отвечаю плохое. Но, смотри, что считать нормальным, то есть, искусно задранная планка – это плохо. Ты там всегда себя спрашиваешь, то, что я считаю нормальным, то, к чему я стремлюсь, является ли это искусно задранная планка или нет? У меня нет заранее ответа, что все зазрались и вообще там надо радоваться, потому что есть, да? А у меня есть именно такой хлеб. У меня есть именно такой хлеб. То есть, мы живем все еще после всех кризисов гораздо лучше, чем жили приносто. Ну, конечно, чем жили когда-то там. Я помню, работал в Китае в классические годы. Китайцы звали Дин Лян. Значит, то сначала мешок риса. Ну, Лян, там, мера веса, ну, мешок, грубо говоря, риса. Почему такое странное имя у тебя? Значит, он говорит, что тогда, ну, при Маутсдуне, когда он родился, значит, как-то, 50-й год или 60-й, да? Давали каждой семье, значит, один Лян. Ну, это такой мешок просто человека большой. Раздавали или голодали все, да? Давали на каждого члена семьи по мешку риса. Но только тому, кто родился в определенную дату. Вот раз в год, там, 20 декабря. То есть, если вот женщина на сносях, вот-вот должна родить, но вот не родила он на эту дату, и не дали мешка. Вот. И получалось, что... А как раз его... Это была... Веселая ночь была за 9 месяцев до этого. Да, 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 да. И вот так получалось, что... То ли она родит его, значит, до этого, и та семья получит плюс один этот мешок риса, или она родит его на следующий день, и они ничего не получат. И она его родила за день до того, и они так и в родность в семью мешок риса пришел. И назвали его мешок рисом. Назвали. Материнский капитал, да, китайский. Да, 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 да. Вот древники. Сейчас они совсем другие. Сейчас они богатые, сейчас совсем другой Китай. Вот. А тогда был такой. А тот тоже богатый. Вот. То есть вот вопрос. У них планка. Они мечтали о мешке риса, да, и таким образом... Ну да, мы о Сникерсах. Тогда еще не было ограничений о бананах и шоколадах, как я мечтал в детстве. Потом у них стала там одна семья, один ребенок, та-то ограничения, там тоже жесткое, там тоже можно поговорить об этом, кстати, как китайские модели. Если первый мальчик, то второго нельзя. Если первая девочка, то можно попытаться второго. В итоге у них мальчиков в полтора раза больше, чем девочек перекос появился. Льва, стоп. Сейчас объясняю. Значит, простой формулой, если первый мальчик, то второго нельзя. А если первой девочкой, то можно, ничего не изменишь. В конкретный акт родов все равно 50 на 50. В конкретный акт, я имею в виду всего популяции сколько будет? Просто убивают девочек в утробах. А, ну это не знаю, может быть. И это единственное объяснение. Никакая стратегия рождения, если ты рождаешь, то у тебя уже 50 на 50. По теории вероятности никогда не будет. Смотри, вот, допустим, вот 107. 50% родов девочек. 50 человек родили сразу мальчиков, да? 50 девочек. 50 девочек. И им разрешили еще 50 мальчиков родить. Ну и опять 50 мальчиков, 50 девочек будет. Ты же не управишь. Правильно. 25 мальчиков, 25. Итого получилось. 50 плюс 25, 75. Интересный простой подсчет. Нет. Зловещий факт. Зловещий факт, что там больше мальчиков означает только аборты. После того, как они на УЗИ ведут девочки. Вот он, вред сексизма. А знаете, почему там… Убивают другой сексизм. Почему они не пьют сенсором девочек? Те – это женщины охранные, а их сексизм он… Это само собой. Почему они убивают девочек? Потому что девочки, ну, в Китае, в Индии, да, вот в таких обществах, более традиционно, чем Россия, да, девочки не нужны в семье. Потому что он все-то отдал и как бы никакого блага. Поэтому… На Кавказе традиционно все то же самое общество традиционное, но никто аборты девушкам не делает. То есть это все-таки… Я бы не списывал целиком на культуру. Это… Они точно делают аборты, если… Ну, конечно. Это единственное объяснение. Ну, слушай, на УЗИ видно пол, уже на достаточно позе там… Да. Они даже после райбродов убивают. Да ладно. Китай… Сейчас. Китай – серьезная проблема. Так, ты знаешь, да, это? Ну, да, знаю, конечно. Есть даже фотографии, где… Нет, ну, когда приходит Китай в пример, я всегда говорю, вы понимаете, это санджевская Китай. Это… Это звериная штука совершенно, и не надо пример с него брать. Таком случае, я не сексист. Прилечения Китая… Прилечения Китая – это ничем не лучше прилечения Западной Европой. Просто это по-другому. У нас не должно быть прилечения другой системы. Наша прекрасная. Но самое интересное, смотрите, получается, что в Китае опять базис вот такого сексизма, да, он экономический. Экономический. И в России, ну, то, что я называю сексизмом, да, преобладание мужчин в технических сферах и врачи, тоже имеет экономический базис. Почему? Потому что работодатель не хочет брать женщину, она уйдет в декретный отпуск. Ну, все знают. Ну, да. Наполовину этот, наполовину все-таки то, что… Наполовину готовную установку, да. Наполовину это все-таки то, что… Женщина другая роль, более благородная, считаю, более высокая. Наполовину из-за того, что природа и Господь Бог дали женщине, ну, как бы, в каком-то смысле тебе тоже это объяснение должно порадовать, потому что на женщинах не экскрементирует Бог. Поэтому разброс меньше. Меньше совсем сволочей среди женщин, меньше совсем гений. Это, по-моему, называется теория эволюционного… Это как какое-то название. Ну, это реально, вот это наблюдается, по-моему, вполне везде. Да, да, да. Это не значит, что нет гениев отдельных, но значит, что их гораздо меньше. А вот в среднем женщины, сколько у них с математическими способностями? Ну, вот именно так, как я сказал. То есть, они в среднем, в среднем, они менее способны, но при этом на уровне базовом это практически незаметно, на уровне топовым это начинает быть очень сильно заметно. То есть, иными словами, смотри, вот посмотрим популяцию, которой способности вообще не высшили. Так же с поварами. Шеф-поварам известны, все мужчины, а уготовят будут женщины. Там будет все нормально, все по-ровому, да. Идем в сферу, где начинается олимпиадная математика. Там начинается полная уже, там 90%, 95% мужики. У нас вот Мишка поступил в этот супер-класс, сейчас это самый мощный класс в параллеле в Москве, и у них в какой-то момент просто кончились девочки вообще. Им изо всех сил находили еще одну одноклассницу, чтобы хоть одна была в классе. То есть, на уровне крутой олимпиадной движухи практически нет ни одной девушки вообще, но тем не менее исключение есть. А вот если мы пойдем вниз, там где просто тупые дебилы, там опять девочек нет. Там одни мальчишки, да. Совершенно верно. Понятно, да? То есть, вот, суть природы эволюции в том, что девушки равномерны. Ну, это было бы приятно, если бы действительно у нас, например, в основном сотрудники, ну, там тоже в математике были бы девочки. Ну, мы же видим вообще тотальное превосходство мужчины. Но математика – это область, которая вся на топе идет. Математика. Да, да. Это не обидно. Вот мой сексизм в том, что надо признать, что биологические отличия мужчины и женщины есть, да, отличаются не только в том, что женщины рожают, а очень глубинно во всем, да. Это надо признать. Надо признать, что роль женщины как матери, да, она священная, ну, считается выше всего, да, и как бы надо ее защищать от всего. Благородица. Поэтому пусть трудится, мужчина трудится, обеспечивает, так сказать. То есть, плохо не то, что там вот женщина не может, конкурирует, то плохо то, что вообще у нее возникает это же смену установок. Да, да, да. Почему она считает, что дома уныло, то есть она как бы… В общем, она ничего не хочет. Это вообще с тобой в imposible análise. Я бы сказал, что проблема наша общая в том, что есть девушки, которые хотят конкурировать с мужчинами, а ты скажешь, что проблема, что есть наоборот позиция, что это не надо делать. Ну, не то, что конкурировать. Я не хочу, чтобы они прямо со всем конкурировали, я хочу хотя бы, чтоб они были на равной позиции, и с мужчинами, в плане зарплаты, например, да, вы знаете, что 30% отличий зарплаты женщины? Конечно, потому что работодатель ждет от женщины, что она удерживает. Ну, потому что мужчина кормит женщину до... Вот такой порядок, чем я знаю. Поэтому он должен... Да, ну это как... В основном, если это до витрины медицины. Я понял, да, ну что ж. Ну ладно, здесь все понятно. Я вас покидаю, все время у меня вышло... А экология? Экология? Давай экология. Давай экологию. Я думаю, что больше умного ничего в этом вопросе мы не скажем, все сказано. Последняя фраза. Давай. Вот это неравенство зарплаты, оно не во всех странах одинаковое. Да, я знаю, я знаю. Но я знаю те страны, где... Некоторые страны 20%. Да, да, да. То есть, вообще-то, это все можно менять. Я знаю, но там... Нельзя же сказать, что где-то женщина умнее... Это понятно, да, но я не хочу стремиться к тем странам, они мне нравятся. Ага, окей. Так, ну все, поехали. Экология. Да, 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 это Европа, да. Экология. Давай расскажи, потому что в этом я ничего не понимаю, а Лео понимает. По экологической повестке очень интересный вопрос. Ну, наверное, все же слышали про Тунберг, да, там про решение климатических проблем. Как про нее не слышали? Даже я слышал. Все знают, что есть в мире экологические проблемы, которые никак в данный момент не решаются. Например, мусорные острова, знаете, есть в океане. Увы, даже я знаю. Острова из пластика. Я сказал, что я не знаю. Я знаю еще хуже, чем экологию, да. Экологию чуть-чуть знаю. Или, например, там в России есть проблемы с мусорками, когда свозят весь мусор из Москвы куда-нибудь на Хангельск. Да, да. Сейчас, знаешь, такое сортировать, как начали, да. И то со скрипом идет, либо получится. Вопрос такой. Как вы думаете, как решать глобальные экологические проблемы? Чья это задача вообще? Потому что понятно, что ни одна страна и ни один там бизнес, он не станет за это браться. Это абсолютно невыгодное занятие экономическое. Ну, никакой… Проблема ясна. Поставленная вполне ясна. Алёва, что ты думаешь? Ну, я против международных институтов. Это же вопрос, правда, политический. То есть, допустим, в той же России, где три четверти территории вечная мерзлота, там или сколько, да, как бы боятся глобального потепления климата, но не так актуально, мягко скажем, да, чем где-то еще. А Сочи? Сочи затопит. Ну, затопит. Затопит будет другой берег. Майкоп какой-нибудь станет прибрежным городом, там построится. Ну, просто все люди по ним будут здесь. Ну, я ослаблю. Ну, они же… Это будет ни один момент, ни одна секунда затопит, что раз, и тут же цунами прошло. Это будет постепенно, постепенно, шагом. Сочи может быть даже переползет. То есть, это же будет… А есть доказательства, что глава непротивления связаны с человеком? Есть сомнения в этом. Да, есть такие циклы. Есть в Кончатии, да? В Антарктиде же. В Арктике угли добываешь, да? В Антарктиде, да? То есть, где сейчас мерзлота раньше… А уголь, что такое уголь? Это когда были тропические леса, когда сожжалось органика, То есть, это… Вы не знаете, слушайте… Расскажи, я думаю, что… Да, да. Это уголь, это однозначно ископаемое, так сказать, органическое происхождение, когда вот там торф, из торфа получался бурый уголь, с бурого там каменный, да? То есть, постепенно все элементы, кроме углерода, как бы вымывались, да? То есть, это где мощные залежи органики, это где-то устерея каких-то, это обязательно должно быть очень бурной жизни. Вот. И сейчас в Арктике, в нынешней Арктике, там редкий мох какой-то, лишайник, откуда там мог уголь взяться, да? Значит, был климат, это совершенно память, причем там угли же находятся в отпечатке, окаменелости, растения тогдашние животные, видно, что тропически совершенно было тепло. Было на Земле, да, климат такой, когда-то, какие-то миллионы лет назад, да? А не было оси просто по-другому направлены или… Нет, 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 это было тотально. Было очень тепло на Земле, я не знаю. Может миграция континентов, может быть, то есть, к полюсам отошли какие-то части, да? А-а-а! Но все равно было теплее. То ли это было, причем так вот постепенного съезжения было, то есть, было холод, теплее, холоднее, и… Ну, там крупные циклы трудно отслеживать, когда сотни миллионов лет назад вот этот горизонт, а уже, когда там десятки тысяч лет, уже четко видно, там, керны, допустим, ископаемых льдов или там, ну, речные кольца, вот эти древесины, это вообще там несколько тысяч максимум, там, секвое, какие-то там, пар тысяч лет. Вот, но есть такие, которые горные породы, когда можно отследить даже температуру косвенно на протяжении, там, десяти тысяч лет. Я боюсь это, как бы геология, боюсь ошибиться, да, но, тем не менее, есть, и видно, как сильно там, ну, это период оледенения, допустим, ледник доходил там до Крыма, да, или отступал обратно, чтобы Гренландия была зеленой стороной Гренландии, да, потому что там все заросло, колосилось, был совершенно климат умеренный, как у нас сейчас там. Вот, и потом опять похолодали. То есть, это вот такие циклы есть, но нынешний цикл гораздо быстрее, то есть, все те циклы очень плавные. Они прирастали, то есть, такой прирост тепла, который мы наблюдаем за последние столетия, он все реализовался за пять-десять тысяч лет. И в этом косвенное показательство, что это человек. Ни разу не было, чтобы за последние столетия, да, ни разу не было, чтобы за последние столетия, и почему-то это совпало с промышленной революцией. Понятно. Нет, но это довод хороший. Других вариантов. Это довод хороший. Ну, и в среднем в городах теплее. Это точно. Да, это точно. Даже вот выходишь в Узмановский парк, живем по разные стороны с Лешей, да, и уже тут слякоть, а там можно лучше кататься. Ну, а в Радони же там лежит вот такой снег сейчас. Никто не верит, я показываю фотографию. Вот такой, то есть, мы катаемся каждую субботу, он лежит уже давно. Там меньше 100 километров дорожен. 50. 50, да. То есть, это правда чистая, что в городах теплее. И то, что ты рассказал, это хороший довод, я его не слышал. То есть, довод, что человек. Динамики, динамики. Там очень резко. Очень резко. Были еще больше пики, да. Вот я с чего и начал, да. Но всегда это было очень медленно. Понял. Это очень интересно. И что, Таня, что ты, и Лёва, ты что, я просто ничего не предлагаю, я вижу проблему, но не знаю, что… Ты земля и хуже сдавала, не знаю, я как-то не вижу. Более того, усматривается в этом всегда такой политический подтекст, то есть, ограничение на выброс парниковых газов, так и раздают квоты, чтобы задавить как-то там, не знаю, конкуренцию, условно говоря. А, то есть, начинается опять звериный капитализм пользуясь этим инструментом просто, да? Да, 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 да. Конечно, конечно. Поэтому создается шумиха такая. Поэтому у нас очень большое осторожность. Ладно, не буду там категорично говорить, что не надо по международному уровню решать и не надо в это России вписываться. Это, конечно, надо, но очень мягко, очень мягко. Больше интереса общества, да, и интерес политиков к этой теме, к зеленой. Многие политики там очень хорошо на этой теме пиарятся, да? Вот. Например, в Германии мне понравилась тема с утилизацией отходов. То есть, там, если ты покупаешь напиток, да, в стеклянной бутылке, то там цена указана отдельно, допустим, за Coca-Cola и отдельно за бутылку. И ты потом сдаешь эту бутылку и получаешь назад назад. В советское время так и было. Сдавали бутылки в советское время? В советское время назад. Везапив уже ходили с бутылками. Знаешь, что такое третья производная от пьянки? Из этого, если. Да. Третья производная. Сдать бутылки от той пьянки, которая сдана бутылка от первой. Понятно. Когда я была в Берлине, я была удивлена, что люди ходят, собирают бутылки, как вот тогда, в 90-е годы. Та же самая картина. Там в Берлине очень классно сделано. Там стоят автоматы. Ты можешь бросить туда бутылку и получить 50 копейку. Просто тут же? Да, тут же. И поэтому там нет бутылок на улице. Вообще мусора нет просто. Да, из-за этого. Очень разумно. В Риме 50 пластиковых бутылок кинули, 30, и можешь проехать на метро. А, ой, прикольно. Ты платишь бутылками за метро. Кстати, я за, мне кажется, это очень прикольно. Я бы это был. А, да, по-моему, это супер, конечно же. Да. У нас вообще нельзя сдать бутылку, да? Можно, можно. У нас очень, какие-то копейки за них дают. Это никому не интересно вообще сдавать бутылку. Невыгодно. А в Берлине почему это стало возможно? И в Германии в целом. Потому что у них, ну как исторически давно, у них много зеленых избирается. Парламент. Ну, они популярны, активны. И у них это все делается через государственные цели. Потому что прибыли это дает малое. И это может реализоваться только как госполитика. Ну, частному бизнесу. У них размеры другие, менталитет другой. Ну, вот в Майкопе, например, есть мужик чрезвычайно активный, который этим занимается. Мусор у него там, он там очень большой активизм. В Адыгее. Ты тоже, да? Спасибо. Побеседовать, да. Оставляю вас. Да. Мы сейчас, ну немножко продолжим. У нас есть чуть-то на тот край. Мы сейчас ценим по серединке вот так тогда. Вот. Лёва, давай счастливо. Спасибо. Спасибо тебе за коллаб отличный. Спасибо тебе, что ты дал выговориться. Счастливо. Вот. Значит, у нас тоже есть такие инициативные люди, даже организации. Вот в Адыгее прям натурально, я вот беседовал, не помню, его очень сложно зовут. Он такое, как бы сложное адыгское имя. Но он прям вообще активист, он там у него... Да и в Москве вот мы, например, мусор разделяем. Чётко разделяем. Единственное, что я не уверен, что он с поиском. Вот да, да. В этом проблема. Никто не уверен. Никто не уверен, да? Увидеть это сложно, да? А увидеть сложно, да. Ну да. Тут я ничего не могу сказать, кроме того, что я всячески против мусора. Я всегда собираю его в лесу. Я лыжник и я ненавижу. Я ненавижу, когда сорят. Давай, Саша. Спасибо огромное. Пожалуйста. Давай. Вот Лёва сказал про менталитет, а я считаю, что это менталитет очень легко изменить. Если просто... Ты что, ты всё ставишь, да? Да. Если просто вознаграждать за сдашу бутылок, то люди моментально начнут их сдавать. Я прям уверена. А остальное мусор? Можно ли остальное мусор тоже сдавать за деньги? В Германии? Ну или вот, в принципе, только с бутылками. А можно ли вообще вот проблему мусора решать именно через просто того, что мусор сдаётся платно? Вот здесь тонкий момент, потому что даже если мы сдаём этот мусор, он скорее всего где-то сжигается и опять это... Ну или даже перерабатывается, вредит природе. То есть мы видим чистый город абсолютно? Да, да. На самом деле это вывезено куда-то ещё. И в этом плане тут, я считаю, решение этой проблемы это не ликвидация уже существующего мусора, это меньший выпуск, меньше производство от пластика одноразового того же самого. Если сократить производство пластика... Да, она уходит в магазине с одной и той же сумкой всегда, чтобы пластик... Но даже в магазине зайдя, вы увидите кучу коровочек вот этих всех пластиковых, да. Их очень делают много, и я думаю, что правильный путь это переход на картонную упаковку, на бумажную упаковку, на что угодно. Либо просто стирать, да, просто стирающуюся многоразовую упаковку. Ну что-то такое, да. И просто остановить вот это вот сумасшедшее производство пластика, которое есть сейчас. Да, но с этим, в отличие от предыдущего пункта, здесь я полностью согласен, но вопрос в том, как это сделать. То есть это, пока это пропаганда только. Вот мы сейчас поговорим, люди слышат, согласятся с нами и... Так и есть. А у нас вроде нет сейчас каких-то рычагов воздействия, чтобы что-то изменить. Мы же не депутаты и не... У нас нет миллиона долларов, чтобы что-то изменить. Ну, может быть, кто-то возьмет, там, может, в Адыгей, вот там реально перерабатывать, там... Слушай, ну вот опыт Адыгей мы могли бы взять в других... Ну, да, интересно, я просто не слышала про это, но у меня вот впечатлила Германия, опыт Германии. Я поняла, что его можно заимствовать, и я могу легко это в России себе представить. Угу. Ну, в общем, я понял, да, нет, ну здесь я согласен. Хорошо. В чем-то мы согласились. Абсолютно. Как только ушли от темы фиксизма. Да, полностью. Так, у нас еще есть что? Экономику. А, нет, подожди, экономику мы перейдем. Это, как это сказать, лакомый кусочек. Расскажи, чем тебе интересен Саватеев. Вот, чем интересен Саватеев, да. Вот как получилось. Я увидела в магазине вот эту книжку и купила ее. Да, а Саватеев сейчас возьмет и подпишет. Дорогой Таня. Да, от автора. Да. Конечно, я до этого уже знала, кто такой Саватеев, потому что невозможно в Ютубе постоянно реклама. Пожалуйста, Таня. Класс. Да. Супер. Честно скажу, первые две главы только прочитала. Ну, это уже не мало. Но мне очень нравится методический подход, то есть нравится, как рассказывается по-простому, какие-то есть примерчики интересные. Вот мне очень импонирует такой стиль изложения. Это правильно. Вот. И, в общем, конечно, на Ютубе я уже видела эти ролики все, да. Решила вот книжку купить и там изучить какие-то лекции. Мне понравилась лекция про экономику. Просто про теорию игр была целая лекция «Как применять следствие теории игр в жизни». Там были супер-классные, очень практические примеры. Мне как раз очень нравятся практические примеры, потому что я инженер. Я себя считаю инженером. Да. И мне чистая математика, совсем от жизни оторванная. Ну, это красиво, но это красиво в той же мере, как красивая статуя, красивая картина. Ясно. Это эстетика. Чистая эстетика. Ясно. Здесь я, да, я как раз наоборот. Ну, давай, да, рассказывай. То есть ты нашла в этих лекциях что-то. Вот. Да. Мне понравились примеры, как победить коррупцию, например. Наказывать чиновников нужно их наказывать, наказывать, чтобы они боялись. Ну, там конкретная схема. Там же суть в том, что если ты просто так наказываешь, тебе ничего не выйдет. Да. Просто так нельзя. Нужно супер наказать. Там с умом, да. Там надо делать с умом. Но, если честно, вопрос коррупции для меня является десятом по важности. То есть, как ни странно, я создатель модели, которую даже как бы с ней приглашали в разные места и оценивали. Там где-то положительно, где-то отрицательно оценивали возможности. Но суть в том, что сам-то я считаю, что вот этот вот дискурс, если честно, я считаю, что дискурс борьбы с коррупцией нам очень сильно навязан. То есть, я не считаю. Вот там у нас есть пункт экономика с тобой, да. В экономике, возможно, мы там будем много где сходиться, где-то расходиться, где-то сходиться. Но в вопросе коррупции, я думаю, что коррупция во многом это ответ традиционно устроенного общества с большим количеством связей дружеских и так далее на вызовы современности, связанные, так сказать, с новым миром. То есть, коррупция, вот нужно всем делать так, а если мне хочется так, ну тогда договорись вот здесь, ты же друг его. Вот так она появляется. Ну то есть, например, если студент поступает в университет, да, к тебе учиться, и вот его папа, он какой-то большой начальник, и он так взяточку сунет, и тебе будет приятно учить студента, который мало знает. Я ни разу в жизни не взял ни одной взятки, поэтому не знаю. Ну а было бы в теории вот приятно так? В теории, в своей области я категорически противник коррупции. А, в своей области? Да. А эта коррупция, она же, ну, как сказать? То есть, я скажу где, нет, я объясню даже. Дело в том, что я сам, ну там, неоднократно давал взятку, да? В каких условиях? Вот сейчас меня арестуют. Ну, например, контролёру в электричке. То есть, когда я тороплюсь, я перемахиваю через турникет, я хорошо и высоко прыгаю. Ну и сейчас уже, кстати, номер не пройдёт, сейчас они не берут. Ну и сейчас недорого это, то есть, просто просить чуть-чуть выше билета и всё. То есть, сейчас моя коррупция на РЖД, которой я занимался всё свое детство, ещё до тех турникетов, вообще же мы садились просто. И там, давай десятку и дальше ехали. И, значит, эта коррупция сейчас там изжита, и слава тебе, Господи. То есть, я не говорю, что коррупция хорошая. Я утверждаю, что тратить на борьбу с коррупцией какие-то чрезмерные усилия и неэффективные, и невозможные, и бестолковые. Вот другое дело, если кто-то зарвался, тогда его надо уже закатать. Просто вот, опять же, стала не нужна коррупция, потому что поменялась система. Нет, в студенческой сфере вообще я, то есть, я это не приемлю напрочь. Никогда в жизни не было детку. Просто, может быть, если как раз мы поменяем вот систему как с транспортом, да? Вот сейчас поменялась система, и коррупция стала не нужна. Может быть, если… Ты просто доплатишь 50 рублей за то, что не успел взять в кассе. Ну да. Может быть, если сделать эту систему с проездом более удобной, то люди перестанут заниматься коррупцией. Возможно. Нет. Вопрос следующий. Смотри, я не считаю, что коррупция – это хорошо, я считаю, что это не самая главная проблема России, и даже не в десятке. Вот так. То есть, не то чтобы я с тобой не соглашался, что это плохо. Более того, в своей области я ее не просто не приемлю, а там, не дай бог, я узнаю, что кто-то из моих там коллег берет взятки, да? Это как-то странно. Что значит «в своей» и «в своей»? А, это потому что очень образно устроена коррупция в разных областях. То есть, грубо говоря, что такое коррупция в образовании? Это пипец, потому что человек берет взятки за то, что он проучился в медицинском и идет лечить людей. Потом, да, идет лечить людей. Вот. Но коррупция, например, в спецзаказах бывает немножко другой. Например, ты, вот смотри, приведу пример коррупции, когда… Ну, это не совсем коррупция, но ты меня поймешь. Вот у меня были некоторые отношения, хорошо налаженные, долговременные отношения с некоторым человеком. Он всегда на высшем уровне организовывал приезд профессоров из Москвы в Иркутск на своей базе. Ну, там просил какие-то деньги. Деньги эти я перекладывал на свое высшее учебное заведение. Говорят, что это в услуге, значит, ну, понятно, там, на месте, чтобы было все хорошо. Я должен быть уверен, что будет все хорошо. И человек за то, что все у него хорошо, гораздо лучше, чем на других базах. Брал больше денег. Теперь меня вызывает ректор. Это реальная история, все. И говорит, подпиши письмо антикор. Я говорю, что такое антикор? Подпиши письмо, что в любых отношениях, которые ты от имени Российской экономической школы проводишь в качестве директора Центра дополнительного профессионального образования, ты всегда выбираешь самый дешевый вариант. Я говорю, не подпишу, я выбираю самый лучший. Понятно, да? Ну, да. В каком смысле это коррупция? Ну, мы с ним в отношениях… Ну, это не коррупция. Это, скорее так, это какие-то странные условия тендера. То есть это, по сути, тендерная система, да, в которой… Да, которая обязана выбрать самый дешевый вариант, а он будет говном просто. Нет, это не нужно. Так вот, смотри, я видел очень много способов борьбы, я очень много видел вариантов борьбы с коррупцией, которые к этому сводились. Людей вынуждали брать бесплатное дерьмо, очень дешевое дерьмо, которое выигрывало опцион. И вот против такой борьбы я категорически подоживаю. Нет, это не борьба с коррупцией, конечно. Это просто странные условия тендера, такие непонятные. Ну да, но вот боюсь, что когда борются с коррупцией, все борются так, как убеют, что называется… Я думаю, что коррупция, она же следует из каких-то других проблем, на самом деле. Коррупция следует… Опять же, коррупция – это симптом, а проблема, она гораздо глубже. А синдром стоит в том, что у нас очень все-таки традиционно скованное общество, ну, как бы скованное некими внутренними связями. А я не хочу это разрушать. Оно будет атомарным, как на Западе, у нас не будет коррупции, потому что оно будет атомарным, люди друг другу не будут доверять, поэтому не будут довозятых. Ведь причина отсутствия коррупции на Западе не то, что они все такие честные, да, а то, что просто они друг другу не доверяют. Или я не прав? Ну, как? А почему обязательно доверие и коррупция? Я могу доверять человеку, и при этом абсолютно в конкурентной борьбе он выгодит тупик. Да, ты понимаешь, да, просто вот люди такие мерзавцы, они всегда хотят как-нибудь под нечестным выгодить. Они же гады. У нас-то в христианстве понятно, почему. Ну, хорошо… Грековная натура человека… Но тогда надо просто менять условия, опять же, тендеров, госзакупок и прочее, чтобы конкурсы были честными, и ловить тех, кто мухлют. Вот как в примере со взятками. Да, прекрасно, да. Надо ловить недобросовестных исполнителей, значит, да, которые… Ну, вот у нас некоторое количество сил, общественных сил. И мы вот этот процент сил тратим на вот это все. И остается очень мало сил на то, что реально надо. Вот что я имею в виду, когда я говорю, что это не главное. Дело в том, что коррупция тоже… Вот в образовании, да, мы можем доктора плохого выпустить. С коррупцией то же самое. Мы можем случайно купить там не те огнетушители, которые не тушат пожар. Да? Потому что коррупция, потому что кто-то договорился. Ну, то есть как? Ну, перечислю вообще проблемы, вот кроме той, которую мы уже обсудили, с чем не согласились, проблемы сегодняшнего российского общества. Вот какие они? Вот коррупция, ты уже сказала, да? Ну, это… Это следствие. Это следствие. Тогда… Да. Вот тогда пиши. Это уже экономика совсем… А, да. Это в полный рост экономика, и слава богу, мы к ней переходим. Давай. Переходим к теме. Перепиши. Я не закончила. А, давай-давай-давай. Я же говорила, зачем Саватеев ты нужен, да? В чем прикол с Саватеевым-то? Вот. Я купила эту книжку и нашла интересный пост, вот как раз про коррупцию. И мне понравился там эксперимент про экономику, про плановую экономику, про СМС-ки, игра с шоколадками. Да. Не буду спойлерить, потому что… Да, все знают. Все увидят. Может быть, да. Все уже видели. Мне очень понравился этот пример. Он такой наглядный, интересный, забавный. И он показывает вот ровно то, о чем я думала уже довольно давно. О том, что плановая экономика эффективнее свободной экономики, экономики свободного рынка. И что, в принципе, так часто случается, наоборот, полный маразм, когда мы просто внедряем тупо, да, свободный рынок, верим, что он решит все наши проблемы, он их не решает. Получаются такие явления, как финансовые кризисы, например, там, вплоть до того, что даже пробки, да, транспортные пробки, почему происходят. Все ищут локальную выгоду, да, для себя. Все хотят побыстрее доехать. Безусловно. В итоге все стоят в пробке. Даже те, кто в автобусе ехал. Да. Не на машине на своей личной. Да. Получается, что от этого страдают не только даже сами участники этой ситуации, а даже те, кто не хотел играть в эту игру в принципе. Вот. Но вы делены полосы, частично решили этот вопрос. Ну да, да. Так. Вот. И я давно уже думала об этом. И что предлагается тогда про транспорт? Давай, давай, да. Я думаю, что многие явления нашей жизни, они похожи. Пробки. Да. Финансовые кризисы. Тоже общество все в целом проигрывает. Да. В общем, много такого. Тоже общественные люди очень сильно обогатились. И я об этом размышляла еще в 2010-ом, 11-ом году. Вы знаете, был американский кризис вот этот эпатичный. Восьмого года, да. Да. Вот. Я поняла, что это очень, ну, в общем-то, неправильно и несправедливо. Что учителя, врачи, там, пенсионеры, да, они страдают от того, что кто-то другой хотел там выиграть, нажиться и прочее. Вот. И поэтому мне очень хорошо зашла вот эта лекция Алексея про… Ну, там математически, математически доказано, что не приводит нас это к оптимальной стратегии. Да, безусловно. Индивидуальная реалистическая стратегия. Нет, на самом деле, теория игр отличается от экономики тем, что те, кто в теории игр, они не верят в рынок, а те, кто в экономике верят. То есть теории игр, они хорошо знают, что рынок не лечит. И это математика. Да. А экономика невозможно не лечить. Это не заклинание. Да, это не заклинание. Но дело в чем. Дело в том, что здесь очень по-разному устроены разные отрасли. То есть, если вот, что касается транспорта, я еще могу понять, мы просто делаем выделенные полосы, и люди действительно пересаживаются на автобусы, и все зашибись. Ну, скажем так, пробки снижаются. Но тоже снижаются только до определенного момента, потому что все хотят Москву. Или очень многие. И если... А почему все хотят или очень многие хотят Москву? Потому что здесь лучше... Скорее, потому что лучше социальная сфера во всем. Потому что инвалидность здесь получается там, где в городе Н не получишь и третьей стадии, а здесь уже дают первую. Ну, потому что просто отношение к людям в Москве гораздо более гуманное. Вот если честно, я прошу прощения у всех немосквичей, Москва живет лучше, потому что в Москве гораздо более гуманное отношение к человеку как таковому. И поэтому все стремятся сюда. А раз стремятся, то будут пробки и, прости, тут уже никакая Да, дикое перенаселение Москвы. То есть либо надо расселять, как Сергей Григоров говорит, просто насильно берешь, создаешь эти города идеального проживания, 50 миллиардов на каждый город денег. То есть отнимаешь в Москве эти деньги, делаешь 50 миллиардов, создаешь город 50-тысячного населения, туда завозишь суперспециалистов и там жить классно и комфортно. И именно так, но это очень круто. Это я бы сказал так, я не готов это комментировать, возможно, что это и возможно. Это очень круто, но это реально революционно. Ну, это хорошая идея тоже за то, чтобы расселить, в общем-то, Москву. Я не понимаю, зачем в Москве столько всех учреждений, да? Ну, в Москву все едут, потому что, да. То есть силой вещей оно будет так. Это опять рынок, он к этому приводит, да. Рынок приводит к тому, что все будет в Москве. Рынок, как ты отлично понимаешь, это концентрация. То есть это фейк, это туман, который скрывает концентрацию в руках очень богатых людей всего. То есть на самом деле нет никакого свободного рынка, да? Ну, как бы нет, на самом деле. Это такая фикция. Ее не существует. Это туман, который, да, напускают чуть-чуть где-то есть. Они приводят специально примеры. В некоторых областях есть конкуренция свободная. Они специально их на флаг. А то, что эти области занимают в 1% всей экономики, они не показывают. Ну да, и в конце концов, ведь цель любого бизнеса – это монополия. Да, естественно, так и будет. Но проблема, знаешь, какая? Какая? Ты ведь любишь свободу. Ну... А ее придется сильно ограничить при социализме. А вот тут хороший вопрос на тему свободы. Что такое свобода? Вообще, свобода – это… Осознанная необходимость, как кто-то сказал. Есть две концепции свободы, да? Есть две концепции свободы. Есть такое эссе Исаия Берлина. Ему, по-моему, даже Тони Блэр как-то писал письмо, хотел сам переписывать. Есть две концепции свободы. Можно их назвать позитивная и негативная свобода. Вот. В чем их различие? То есть, есть, например, концепция свободы такая либеральная. То, что свобода – это просто, когда тебя никто ни в чем не ограничивает. Да? Когда ты можешь там выйти на красную площадь и сказать… Христианину чуждо это, да. Снять штаны, помахать там. Снять штаны. Как клево, а? Ну, вообще, да, христианину это должно быть чуждо, да. Так, а вторая свобода какая? Ну, нет, мне это не то, чтобы чуждо. Я просто считаю, что такая свобода, она мало полезна. Почему она мало полезна? Потому что ты не можешь воспользоваться плодами этой свободы. Помахала-помахала, да. Если у тебя нет, например, ресурсов. Ну, даже не то, что помахала. Там каждый может открыть свой бизнес. Но если у тебя нет стартового капитала, в чем свобода, да? Открытие своего бизнеса, например. А, понятно. Их вопрос, что ты даже не можешь. Да, у тебя нет… Это опять фейк. Да, у тебя нет средств для реализации своей свободы. Это опять фейковая свобода, да. Это одно понимание свободы, да. Когда никто ни в чем тебя не ограничивает. Вот. чего-то, а свобода для чего-то. То есть, когда у тебя есть уже, допустим, тебе даны какие-то базовые ресурсы, да, там, жилье, образование, здравоохранение. Для творчества. И ты свободен в своей самореализации. И вот эта концепция свободы мне гораздо ближе. И я это считаю настоящей свободой. Так. И что, социализм может ее обеспечить? Да, социализм это как раз про то, что ограничить... Это все-таки не гулаговский наш социализм. Да, конечно. Это европейский. Это явно имеется в виду социализм. Когда мы ограничиваем чем-то. Без насилия, да? Без насилия. Социализм без насилия. С ограничением. Ну, как без насилия? Ну, вообще, я понимаю, что это не физическое, а без физического насилия. Без физического насилия. Без физического насилия. Вот. Когда у нас, допустим, какие-то сверхбогатые люди отдают часть своей прибыли, делятся своими прибылями с людьми, другие получают средства для самореализации. Мне кажется, что это привлекательный концепт. Вот тебя бы с Дзюбой свести. Он интересную идею имеет. Интересно, как ты к ней отнеслась бы. Он говорит, что продукт труда должен оставаться в руках человека, а продукт капитала должен направляться только в русло инвестирования и запрещаться использовать иначе. То есть человек может быть очень богатым, но он не должен пользоваться этим обогащением для вывоза там за рубеж средств, для просто каких-то там строек яхт. Он должен его вернуть в какое-то производство. Обратно. Обязан. По закону страны. Ну, там, я говорю, ты понимаешь, что тогда будут вывозить другие страны, уезжать в другие страны. Он говорит, ну, там понятно, что он не проработал до конца эту идею, но идея идеального общества, которое между капитализмом и социализмом находится посередине, состоит в том, что то, что ты заработал руками, трать как хочешь, а то, что принесло тебе ренту, извой обратно в производство реинвестировать. Ну, это есть социализм, только здесь небольшой нюанс есть. Я тогда не понимаю, в чем резон капиталисту, да, вообще, этим всем заниматься, если всю эту сверхприбыль... Ну, это опять, он опять, Зюба говорит о том, что надо перевоспитать, там, сделать, чтобы люди по-другому воспринимали. У меня же есть несколько друзей капиталистов, которые помогают каналу очень щедро. Ну, есть, есть, да. Более того, даже Билл Гейтс, например, Билл Гейтс, очень много... Это не приговор. Капиталистов, это не приговор. Это не приговор. Есть много известные капиталисты, которые открыто говорят, мы несправедливо получили свои богатства. Билл Гейтс это говорит, это несправедливо, что я такой богатший человек. И он, например, решил не завещать своим детям свои богатства, чтобы они справлялись сами. Вот. Но все равно, даже наличие таких единичных там, да, людей, все равно ведь никак не меняет общая эта система. Общая система такая, что многие, ну, там, люди трудятся, да, там, механический трус вкладывают какой-то, другой человек на этом в общем наживается и это остается так и мы живем в этом обществе что тут делаешь и самая главная да но эти модели всегда были про традиционные то есть тут но никто не сказал что не может быть чего-то почему нельзя думать о том что будет дальше и в этом плане не интересно я скептик я скептик я думаю что мы ничего не придумаем ничего лучше я бы сказал так я скептик я думаю что вот все лучшее что может быть высосано из вот этого дискурса капитализм социализм это более-менее сегодняшняя россия который очень силен все-таки призыв к социальной справедливости пусть пока не не реализованы до конца но и нет какого-то сильного ограничения свободы как каких-то более с отравных странах то есть я вода я я вижу что общество она вообще как мне кажется на четверку существовать не может вообще я просто молчу а на тройку существует российского что то есть в каком смысле я вот я думаю что мы живем в самой лучшей стране и в самое лучшее время вот это мой подход и я и вряд ли думаю что какие-то какие-то тут улучшения как это очень серьезные принципе возможно то есть мы имеем очень плохое посредственное среднее там образование плохую медицину но если мы начинаем сравнивать это с другими странами оказывается что все не так плохо то есть общество вообще не может себе видимо позволить чего-то хорошего кажется что не в лучшую сторону каких-то условиях жили раньше чего-то меня только за счет техники пока как раз мой тезис вот вопрос такой как как тема с автоматизации всего и вся что можно ли мечтать о том что когда-то мест настолько сократятся различие места нет потому что приведет к жуткой безработицы ужасающей которую сегодняшний мир сегодняшний мир весьма эгоистичен и это воспитание это это как бы было постепенно воспитана и люди будут плевать на то что другие сидят на улицах и попрошайничают а 10 процентов людей вот это вот обслуживаются эту технику то есть дальнейшее улучшение жизни а будет всегда неумолимо улучшением жизни только для самых богатых а как же базовый безусловно доход базу безусловно доход идея очень интересная скорее всего она споткнется об какие-то совершенно непонятные сейчас камни просто бить логично но действительно я у меня нет понимания если мы потихоньку сокращаем рабочие места то получается что например например это будет общество тотальной наркомании вот вот это мне кажется правдой то есть люди будут просто разлагаться просто разлагаться на самом деле это уже видел норвегия ну как бы так просто там это только начинается потихоньку на самый высокий процент самоубийств ну в общем вот примерно к этому я и клоню но почему будет разлагаться вот мы же занимаемся чем-то творче только мы люди нас очень мало вот вся моя вся моя аудитория вся моя аудитория это на целых 0 и одна десятая процента и этот процент действительно будет в восторге надо понимать что большинство категорическое количество народа будет разлагаться и спиваться и превращаться просто в обезьян то есть и вот это вот сейчас прогресс который следующая стадия финальная стадия прогресса когда все сведется к автоматике это ужас ужасающее социальное неравенство ужасающая несправедливость и ужасающее непотребство будущего общества нет но если с базовым безусловным доходом то первых двух вещей не будет потому что да будет только непотребство будет только непотребство да причем такое которое и тебе не понравится читатели пишите зрители пишите в комментариях я думаю что без шансов без шансов мы не можем выдумать ничего то есть получается что человеку нужно обязательно только кнут обязательный труд как вот как гула иначе он просто разложится ну как вот не хочется в это верить ну а я к этому к этому человеку получается словно к от рождения но в христианстве совершенно нормально потому что ты каждый человек рождается гнусной скотиной обезьяной и в течение жизни он как бы решает вот эти вот свои собственные душевные задачи индивидуализм в этом плане христианстве ты отвечаешь за себя и живешь в обществе ты не отвечаешь за его пороки если ты не поставлен господом сюда вот если ты мне про министр образования ты ответишь за то что происходит а если ты просто там сам техник ты не отвечаешь за то что разлагается образование и ты отвечаешь за свои грехи да ты отвечаешь за то что кран прорвало потому что ты в это время бухал и это в этом смысле христианство гораздо дальше пошло чем предыдущие варианты таких обществе было коллективно ответственность она была абсолютно везде просто везде это это единственное в каком смысле если ты когда-то придешь к религии и почувствуешь что существует бог у тебя с твоим подходом к жизни ничего кроме христианства тебе не светит просто еще пока бога не видела но вот суть в том что вот это то что ты тоже не не согласна что человек от рождения на самом деле злой и завистливый порочный именно это есть причина того что что вся история мира эта история крови войн и насилия и мы никогда это не изменим никакого светлого будущего когда грянет война к сожалению видим она неизбежна абсолютно я помню но как-то вот я я верю какой-то вот консервацию мне я верю в какой-то знаешь гомеостаз и консервации вот в то что у нас в россии такая стандартная уже там 20 лет да я бы взял вот сделал этого путина из воска который восковый восковый путина никуда никогда никогда не умрет всегда будет в качестве портрета везде висеть я верю в полную консервацию если она будет возможно то мы будем жить в этом состоянии ну он будет там где-то меняться и разлагаться у нас больше уже нет фактически наш на нам нет у нас нет это раньше всегда было как сказал петр первый вы можете молиться по три часа в своих церквях но нас разбомбят и паработят потому что прогресс на западе происходит огромный мы но на самом деле часто уже этого нет ну как же нас тоже поработать это разбомбят если мы не будем да надо ставить только одну задачу это оружие только потому что оружие нас защищает наш образ жизни защищает от посягательства стороны этих супостатов и в этом плане я за то чтобы у нас всегда было идеальным оружие а дальше все как получится но каждый из нас находясь на своей позиции конечно должен все делать пытаться хорошо я я стараюсь то что я на что я отвечаю делать хорошо но я понимаю что это глобальном плане это не получается я рисую тебе очень грустно картину тоже на сам сама знаешь что так и будет но я верю что технологии вообще прогресс технологический он приведет к большому изменению человечества что жить мы будем лучше и поэтому я тебя предостерегаю что на том что будет папа тотальная наркомания как у что глазких был роман хищной вещами он были идеальные наркотики люди уже достигли все чего вы хотели но в общем да нет я вот я вот верю в антиутопии я кого замятин мы замять антиутопия мне ближе чем утопия замятин мы это про китай да это про китай у нас у нас антиутопии совсем другие заиграют у нас если будет что у нас есть если мы если тоталитаризм вернется в его виде это будет 1984 да и поэтому идеально было бы все сегодняшнее что есть законсервировать вот сегодня мне все нравится ну смысле я в ужасе конечно от уровня сегодняшней медицины и сегодняшней науки но но если что действительно мне не нравится да вот я бы вот это у нас есть такое у нас есть такой сейчас как это сказать ритуал ритуал написания бумаг у всей россии заполнение бумаг да да вот если бы вышло как-то все сохранить это выкинуть я бы сказал что я полностью счастлив а вот но еще одна что нам нет я на самом деле я скажу что три вот три вещи которые мне категорически не нравится я с этим зову значит мне категорически не нравится без ответственность принимающих решения лиц это на всех уровнях то есть согласно безответственность означает что тебе важно чтобы ты просто не пострадал а какое решение ты принял сделали это хорошо плохо тебе не важно а это происходит потому что тебе не доверяют твои старшие а это а как это можно изменить ты включаешь доверие и у тебя коррупция опа а все говорят а надо бороться с коррупцией то у тебя на выходе что очень много народу будет использоваться со знаком минус ну да вообще какой-то надежный критерий не измерим да да но давайте в этом да и в этом математическая проблема соответственно смотри если дать людям вот такую полную власть да то получится мы мы примерно вернемся в 19 век за звериной коррупции конечно там описанный гоголем но ситуации когда человек отвечает человек человек это личность там человеку что-то поручили он ведет себя так как он должен там никаких бумаг нет понятно и 2 это вот связанная с этой ответственность до бюрократия бумажная это 2 и 3 они все связан с одним и тем же без ответственность я бы вернула ответственность со всеми и и минусами тогда вот я бюрократия тогда уйдет вымогательство если будет смотри если будет ответственность у нас не будет критерий это количество посаженных в тюрьму по данной статье тогда они будут пытать в показания не нужно то есть я бы вернулся наоборот но будет гораздо выше коррупции я поняла в чем проблема есть я слишком умный я ничего не могу с этим сделать я вижу все связанные да и я вижу почему эта система возникла это люди я сделаю так это же есть на разных уровнях тоже критерии да и это все портит это все портит а если обменить будет некоторое количество до финляндии как какое-то чудо не чудо там же никто не не выучивается круто а вот опять мы по-разному для меня финляндия это ужас притчево языцах кошмарная потому что нет ни одного давным то что ты вот это гений ты садишься на урок через минуту все понимаешь и те 45 минут в это вдалкивают ужас просто лежать в россию в школу самые лучшие результаты были в среднем средний я в гробу видела я не люблю а как без базиса какого-то среднего вырастает в россии вырастает надо же какую-то почву готовить ну да но на самом деле сегодняшняя жизнь показывает что все наоборот есть очень много сил тратишь на рост среднего у тебя не будет элитного есть ты много сил тратишь на элитное у тебя будет плохое среднее китае там совершенно китае там 8 миллионов в год крутейших остальные интересно я не знаю там 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 широкий охват широкий смысле образование китая это очень круто это широкий охват это там типа процентов как я понимаю 10 становятся крутыми но конечно это никакой не фенляндия ты чё это даже нет фенляндия однозначно если фенляндия то у тебя ни одного крутого зато люди там потому что они прикрыты нас но не надо там они пришли за западной системой то есть они не они не дал но как счастлива на самом деле я бы никогда не захотел жить в финляндии потому что для меня это вот попсовая там ну там скучно психологическое счастье на самом деле никакого счастья там нет это все внешние показатели просто нравится западная европа отличается от нас очень важным действительно существенным критерием она всегда показывает конфетку отбёрткой а мы всегда говном то есть она себя показывает конфеткой такой красивый глянцевый а внутри у них тоже самое дерьмо а мы дерьмо показываем всегда нет русский всегда покажет тебе самое дерьмо и это наше вот и это очень существенное наше цивилизационное свойство мы прямо такие вот вызывающие хамы понимаешь вот история не буду рассказывать какой школе история есть такой ученичок такой немножко неприятный такой подняте немножко да и есть такой ученик более прямой но он его значит немножко бьет за то что он такой подлинки да ну и как бы вот в классе отношения такое что блин скорее как бы за того за прямого на скорее то по крайней мере с темб те но тот который öt он делает плохо да он бьет начинал выяснять я вначале не Не разобравшись, допустим, типа, что, блин, какого хрена, будет бить, исключим просто, поставим. Отец так нагло в лицо, типа, в следующий раз скажу, чтобы сразу в глаз бил, чтобы потом уже даже не жаловался. Вот так вот, да? А потом выясняется, что отца просто допекли, что на самом деле этот мальчик защищался, а тот задирал. А просто он захотел так сделать, потому что он немножко выпил, он был в таком настроении, взять и нагло вот нас... Ну, да, да, да. Вот, и когда это выяснилось, он извинился, сказал, что извините, на самом деле я был неправ, что я так написал. А ситуация вот такая, 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 и я как бы я вникаю, я вижу, что она другая, я вижу, что она перевернулась тоже на международной ареи. Это идеальная модель того, что происходит с Россией и миром. Ну, я поняла, я поняла. Русские такие вот, они берут и нагло в лицо. А потом выясняется, что они честнее, прямее, они добросовестнее, надежнее, они, знаешь, вот лучше во всем, чем Западная Европа. Но зато она показывает конфетку. Вот это вот стиль коммуникации, да, такой есть, действительно, российский специфический. Я заметила давно такую вещь, что, например, если ты хочешь в интернете найти ответ на какой-то вопрос, и заходишь на форумы, да, ну, например, по программированию. И вот ты заходишь на инженерный программистский форум. Если ты задаешь вопрос на российском форуме, тебя, скорее всего, смешают с дерьмом. Тебе напишут, что ты сам дурак. На Западе с удовольствием будут отвечать, да. На Западе тебе мило, там, значит, ответят, да, тебе помогут сразу, да. Поэтому я уже даже на российский форум не захожу. Действительно, у нас есть, ну, такой... Ну, если друг, то настоящий друг в России. Ну, наверное, да. И, как бы, этого там нет. Нет понятия друг. Я приезжаю туда, и я вижу, что у них приятельские отношения. Вот у них, как бы, такой дружба, вот как... Человек при чём, человек, вот ты знаешь, что за тобой реально стоят плечи твоих друзей. А на Западе такого давно уже нет. Это атомарное общество, и они боятся давать взятки, да, у них меньше коррупция. Кажется, что им хорошо, потому что внешне так выглядит. На самом деле им хреново, потому что это видно ибо показатели самоубийства по-стальному. То есть, на самом деле нету, они нам показывают эту картинку, ничего хорошего, нигде в мире нет. То, что называется, типа, вот американская улыбка, да, такая идеальная американская улыбка. Ну, возможно, да, возможно, да. Поэтому я совершенно категорически последовательное считаю, что именно мы. Насчёт бюрократии, бумаг и всего такого прочего. Там почему так происходит? Что любят давать какой-то KPI, да, такой критерий, который надо выполнять. Бесит, да, вот это слово KPI. Ужасно, бесит, да. Ненавижу, ненавижу. Потому что всегда, когда мы берём, в какой-то сфере ставим очень примитивный, KPI начинают, что? Начинается выполнение критерий. Забывают в суть, да, ради чего всё это делалось. Начинают выполнять критерий. Вот. На эту тему есть классная история, не знаю, знаешь или нет, что в Британии была реформа здравоохранения, система 80-х годов. Там сделали как? Что доктору стали платить за количество обслуженных пациентов. Не просто фиксированную зарплату, да, а за количество. Понятно, да. Показатель порождает, показывал, да. Да, к чему это привело? К тому, что доктора стали браться только за самые лёгкие заболевания. То есть, если пациент, то понятно, что он был. Конечно, конечно, да. Нет, это так очевидно. Да, да, да. Так это всё очевидно. Хорошо сказал сейчас вот этот самый Казбек Валерьевич Коков, президент, глава, а не не президенты. Президент у нас только Путин, на Кавказе есть только глава республик. Ага. Как вы будете идти? Мы будем давать на это деньги, у нас есть средства, но мне нужен какой-то показатель. Скажите, какой сами. Да, это очень умно, да. Скажите. Какой показатель? Я сказал, что призёр сероса, если появится, вы должны считать, что деньги потрачены не зря. Потому что ЕГЭ – это не показатель. ЕГЭ – это совсем... Помойка просто. Мы не то сделаем, что хотим. И вот он это понимал. Он это понимал. На самом деле там мудрее люди. Да, школы же... Из этих, из чиновников там люди будут... Ча, Кавказ мудрее очень. Ты не очень любишь его, скорее всего. Я не была на Кавказе, я не могу судить. Там женщины вот там. Это мне не понравилось. Там вообще. Там реально, вот если ты вот хочешь полюбить наше общество за... Толярное сыральнство, да. Мне нужно просто побывать. Просто поезжать на Кавказе. Я знаю, я была в Турции, я видела, я поняла, что такое турецкий, физм, фланг. Это правда, да. Это просто небо и земля. Но, значит, но люди вот, которые там стоят у власти, они не потеряли этого. Ну, назначишь себе критерий, это мощно, да. Это мощно. Потому что ведь школа, в чем проблема школы, да, на мой взгляд. Школа, ну и раньше тогда было, что... Ну, я понимаю его, ему какой-то критерий нужен. Он же не может просто так доверить какому-то хрену с горы, который ему явился. Я понимаю, да, что... Нет, перед собой же. То есть он должен себе, да. Нет, нет, он будет республиканский тратить. То есть я его, в принципе, я его понимаю. Если бы я его был друг, я бы просто сказал, друг, я буду делать так. Вот мамы, клянусь, я сделаю так, как надо. Но все-таки я его незнакомый пока человек. Может, потом он и скажет, ладно, неважно. В серос, не в серос. Призер серос, это очень серьезно. Ну, да. И в Адыгее это делается, потому что 20 лет подряд это серьезнейшая работа. И поэтому там они есть. А в Кабардино-Палкарии их не было очень давно. Ну, поэтому я назвал, потому что это, ну, как бы, если это появится, это точно всех удовлетворит. Всем станет ясно, что круто. Ну, получится, не получится, я не знаю. Понимаешь, опять же, это же... Я же буду делать просто добросовестное на качество. Появится или нет, ну, как повезет. Ну, вообще, да, конечно. Может оказаться, что просто нет способных школьников. Поэтому все показатели, да, это хорошо, чтобы хоть предложил какой-то, но в принципе, да, нужно не по показателям, нужно по доверию. А доверие это опять коррупция. Или строить как-то умнее показатели. То есть не в краткосрочной перспективе, а может быть в долгосрочной. Очень тратно. Потому что вот образование, да, это такая сфера, в которой вообще критерии, да. Ты оцениваешь это долгосрочное, за это время. Ты что-то ставишь, прошло 5 лет, и только тогда ты видишь результат. Да, за это время ты видишь результат, а за это время уже здесь, на самом деле, всем ясно, что все развалилось, а результаты прошлое. Понимаешь, все сложно. Ну, поэтому меня и бесит, когда говорят, что школа, образование это услуга. Меня бесит. Конечно, это нас всех бесит. Все, кто работал, когда-то в образовании, бесит. Это матершина. Матершина, образование это призвание, учитель это, как сказал великий Рукшин, образование не услуга, а учитель не шлюха. Ага, ну да. Очень четко, да. Ну, в общем, все понятно, да, и все четко сказано. И на самом деле, да, учитель это великая профессия настолько, что я просто, как бы, я всегда говорю, я преклоняюсь шляпами.